Здравствуйте! В студии Артем Тарасов. Мой друг, давай подумаем о том, как разгрести нам этот мусор на земле, слова из песни Александра Розенбаума. Сегодня мы поговорим о переработке мусора, которого с каждым годом становится все больше, а вопрос его утилизации все актуальнее. Гость студии, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрей Ковалев. Андрей Владимирович, здравствуйте! Добрый день! Благодарю вас, что вы нашли время в своем графике и пришли к нам в студию. И вначале, собственно, о нововведениях по утилизации твердых бытовых отходов, какие из них нас ждут, и о создании комплексов по переработке мусора. Спасибо за вопрос. 1 января 2015 года федеральным законом номер 458 внесены изменения в другой федеральный закон об отходах производства. Данным законодательным актом предусматриваются такие понятия, как создание регионального оператора, обращение с отходами. Регионального оператора будет выбирать уполномоченный орган власти субъекта Российской Федерации на основании конкурса. Соответственно, региональный оператор будет осуществлять свою деятельность на территории той зоны, где он будет выбран по конкурсу. Региональный оператор будет включать в себя весь комплекс работ, начиная от сбора вывоза твердых коммунальных отходов до его захоронения. Региональный оператор будет осуществлять свою деятельность в едином формате, единая тарифная политика будет складываться. Поэтому здесь мы говорим, что и потребитель, то есть собственник твердых коммунальных отходов будет находиться в равных условиях со всеми потребителями, гражданами, производителями на территории действия регионального оператора. Хотелось бы отметить, что, конечно, ситуация, существующая на территории Ростовской области, характеризуется негативным воздействием объектов размещения отходов на окружающую среду. Порядка 600 объектов, где мы проводим складирование твердых бытовых отходов. Из них всего лишь 16 – это полигоны, 300 – это санкционированные свалки. Что включает в себя региональная программа, которая будет формироваться на территории Ростовской области? Она, в принципе, начала формироваться с 2012 года. Это предварительная научно-исследовательская работа, которая была выполнена специализированным институтом. И мы получили такую концепцию, инновационный путь развития, создание восьми межмуниципальных экологических комплексов. Сокращенно мы их называем МОК. Восемь межмуниципальных эколого-перерабатывающих комплексов. Они будут включать в себя как систему сбора-вывоза, систему мусоросортировки, мусороперегрузки, систему отбора вторичных материальных ресурсов и захоронения неутильной части так называемых хвостов. Поэтому законодательная база в новом федеральном законе подразумевает под собой и некоторые запреты. Так, например, с 1 января 2017 года запрещено утилизировать те отходы, которые можно использовать во вторичном обороте и из них производить тот или иной продукт. Точно так же запрещено производить рекультивацию карьеров с помощью твердых коммунальных отходов. Поэтому вот этот инновационный путь, он позволяет привести к единообразию, в хорошем смысле этого слова. Требовать от участников этого рынка качественного подхода, как на этапе сбора твердых коммунальных отходов от наших многоквартирных домов и от частного сектора, так и правильное захоронение, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. К единому региональному оператору, чтобы наши телезрители, я допустим впервые о нем услышал, зачем нам он нужен и чем, скажем так, плоха сегодняшняя система? Региональный оператор позволит объединить всех возщиков, всех утилизаторов твердых коммунальных отходов в единый формат, в единый подход. Соответственно, хотелось бы сказать, что та система, которая сейчас работает, она где-то заключается в следующем. Собрали твердые бытовые отходы и вывезли на некое место, которое испокон веков, десятки лет рассматривается как место захоронения. Но мы не видим там никакого захоронения, есть просто складирование. Так вот, региональный оператор с требованиями будет создавать свои комплексы, которые я сказал в МОКе, включающие как полигоны, так и комплексы по мусоросортировке, мусоропереработке, и производить утилизацию правильно, согласно действующих законодательствах. Поэтому та система, которая сейчас работает, она обусловлена своими проблемами. Отсутствие техники, отсутствие мест складирования, отсутствие лицензии у некоторых организаций. Кстати, с 1 января 2016 года лицензирование ввозчиков будет обязательно. Эта норма должна была поступить с 1 января 2015 года, но с учетом того, что подзаконные акты некоторые не вышли, срок получения лицензии немножко отодвинут. Соответственно, еще одно требование. Ввозчик должен иметь лицензию. Лицензию, наверняка, он будет получать только в том случае, если он будет иметь договор с региональным оператором. Для чего? Для того, чтобы привести твердые коммунальные отходы в положенное место. А не в овраге, не в лесополосы или не в какое-то земельное участок, который не определен схемой. Будет 8 комплексов. Их достаточно, чтобы, скажем так, решить вопрос утилизации мусора на Дону? В ближайшее время, это 2017 год, мы планируем, что первые 2 комплекса, они будут запущены. Где, в каких районах? Почему именно 2? Потому что они сейчас, эти инвесторы, движутся более успешными темпами. Это у нас Красносулинский молок, это Красносулинская зона, которая включает в себя территорию, начиная от города Камень-Шахтинский и заканчивая Октябрьским сельским районом. И это у нас Волгодонский молок, который охватывает территорию города Волгодонска, Волгодонский район, Дубовский район, Цемлянский район. Там с привлечением денег Росатома проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации. На днях она зайдет в госэкспертизу, средства на строительство есть, они также выделены Росатомом, находятся в местном бюджете. Надеемся, что в этом году будет объявлен конкурс на строительно-монтажные работы. Как я понимаю, в этих двух районах строят в первую очередь, потому что там самая непростая ситуация, правильно, с мусоропереработкой? Она везде непростая, логика здесь в следующем. Несмотря на единый подход к формированию строительства молок, инвесторы разные. Кстати, они определены по всем молокам. И даже по ряду территорий российско-корейская компания готова вкладывать инвестиции в эту сферу деятельности. Инвестор по Красносулинскому молоку чуть раньше приступил к исполнению всех этих мероприятий, поэтому у него изготовлен проект на мусороперерабатывающий комплекс. Он прошел экологическую экспертизу и сейчас находится в строительной экспертизе. С какой проблемой мы столкнулись в реализации данных мероприятий? Это, конечно, выбор земельного участка. Потому что найти земельный участок, который находится в муниципальной и государственной собственности, который отвечает всем требованиям законодательства федерального в части экологической обстановки, логистика, транспортные подъезды, водопроводные сети, электрические сети, с этим оказалась большая проблема. И даже когда мы находили подобные участки с необходимой площадью, то оказывалось, что под землей находятся стратегические запасы подземных вод, и мы вынуждены были менять земельные участки, чтобы пройти в дальнейшем экологическую экспертизу. Окончание работ по строительству всех комплексов ожидается в 2018 год. То есть к чемпионату мира по футболу мы планируем данные мероприятия провести. В момент строительства это будут чисто инвестиции инвестора. Но это ГЧП, правильно? Это государственная частная партнерство. Это государственная частная партнерство. Поэтому региональная служба по тарифам сможет утвердить плату, тариф, только после того, как эти комплексы будут введены в эксплуатацию. Соответственно, первый период люди будут платить тем ввозчикам, которые получат лицензию. Строительством восьми мусороперерабатывающих комплексов займется частный инвестор. До эфира мы с вами говорили, что о жилищно-коммунальном хозяйстве можно говорить так же долго, как и о музыке. И тема очень востребованная, благодатная. И всегда, наверное, кто-то чем-то будет недоволен. И сделать ее идеальной практически невозможно. Ни одна страна, наверное, не может этим похвастаться. И все же, раз есть проблемы, их нужно решать. Как обстоят дела именно с привлечением инвестиций? И выполнить полностью модернизацию всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства, который, к сожалению, имеет высокий процент износа, без привлечения инвестиций невозможно. Здесь действует постановление правительства 1493Р о привлечении инвестиций в сферу ЖКХ. Какие механизмы даны нам в реализации данных поручений? Это, конечно же, консессионные соглашения. То есть это тот механизм, который позволяет инвестору и органам власти, то есть владельцам того или иного имущества, выполнить работу по модернизации комплекса, улучшению качества жилищно-коммунальных услуг в таких нормальных, обоюдных условиях. В рамках консессионного соглашения и инвестор, и власть защищены. То есть это долгосрочные отношения, в которых четко прописано, сколько инвестор вкладывает денег, по каким этапам. И в конце концов видим, какой тариф будет на ту или иную услугу. Соответственно, здесь включается механизм долгосрочного тарифного регулирования. Это еще один из механизмов, который защищает инвестора. А органы власти защищены в том случае, если инвестор не выполняет свои мероприятия, которые были обозначены в тех заданиях в консессионном соглашении. И в любой момент с таким инвестором, не дай бог они такие могут быть, для нашей области, можно будет разорвать отношения и отдавать комплекс жилищно-коммунального хозяйства в долгосрочные отношения другому инвестору. С 1 июля этого года внесены изменения, где до 60% от средств строительно-монтажных работ могут компенсироваться инвестору. 20% субъект с муниципальным образованием и 20% средства инвестора. Вот такие механизмы в привлечении существуют на федеральном уровне, а у нас по области это льготы по налогам на прибыли имущества, это помощь в подведении коммуникации, а именно в возмещении части затрат. И такие позиции позволяют нам привлечь инвестиции в частное жилищно-коммунальное хозяйство. К вопросу раздельного сбора мусора. Программа, которая начала свою работу здесь, на Дону, естественно, в рамках пилотного проекта. Как сейчас она реализуется? Спасибо за вопрос. Дело в том, что начало реализации раздельного сбора необходимо проводить с образовательных мероприятий. И в данном направлении мы совместно с коллегами из Министерства образования науки Ростовской области, Министерства природных ресурсов проводим эти мероприятия в детских садах, школах и высших учебных заведениях. То есть на постоянной основе, в классных часах, где-то в специализированных уроках. Детям рассказывают, что такое раздельный сбор. В какой контейнер выкидывать что? Так точно. Но для того, чтобы ребенок со своим детским восприятием окружающего мира вышел и увидел, куда ему все-таки пластиковую бутылку или металлическую банку выкинуть, он должен увидеть то, куда он должен выкинуть эту банку. Поэтому, конечно, на данном этапе тяжело организовать сразу раздельный сбор на том фоне, когда мы видим, как организован сбор обычный, что не полностью все население оплачивает за вывоз ТБО. У нас сейчас частный сектор отделен этой проблематикой. И только с 1 января 2016 года этим федеральным законом прописывается, что жители частного сектора будут обязаны заключить договор с региональным оператором. До этого мы всех уговорили. Поэтому раздельный сбор мы начинаем реализовывать с простых вещей, с элементарных. Сухое и влажное. То есть, что такое сухое? Это элементарно пэт-бутылка, стеклянная бутылка, банка металлическая, бумага. Все остальное, пищевые продукты, это в обычные контейнеры. Поэтому город Ростов, он также движется в этом направлении. Порядка 100 контейнеров для приема стекла в бутылке установлены в советском районе. Порядка 120 контейнеров установлены для приема пэт-бутылки практически во всех районах Ростова-на-Дону. Эти контейнера представляют собой сетчатые контейнера, которые рядом устанавливаются с теми контейнерными площадками, которые уже сейчас имеют место быть. Поэтому, конечно, все эти мероприятия проходят с обсуждением жителей многоквартирного жилого фонда, частного сектора. И путем принятия такого обоюдного решения мы добавляем контейнерные площадки сетчатые. И куда мы увидели, люди действительно складируют стекло к стеклу, пластик к пластику, бумага к бумаге. А в советском районе, также я знаю, в Аксайе тоже реализуется эта программа? Можно говорить о некоторых других территориях. Это и Таганрог, это и Азов, и Клиновский район, и Волгодонск. Там также появляются сетчатые контейнеры для сбора сухих отходов. Система работает. Мы сначала показали это на примере города Аксайе. Были приятно удивлены, что в течение недели только пластик попадал в сетчатые контейнеры. Поэтому для населения это востребовано. И мы в этом направлении будем двигаться. Плюс будем рассматривать возможность создания установки стационарных пунктов приема. стеклотары, гофрокартона и других полезных фракций, которые можно направлять во вторичную переработку. Сейчас на стадии пилотного проекта с какими именно проблемами вы сталкиваетесь по раздельному сбору мусора? Все равно же они какие-то есть? Несколько хотя бы примеров, и как вы их разрешаете? Речь идет, наверное, в большей части о создании инфраструктуры по приему вторичных материалов. То есть в малых населенных пунктах тяжело организовать приезд автомобиля для того, чтобы забрать небольшое количество пластика или небольшое количество стекла. Поэтому путем создания регионального оператора, когда мы выставим требования к сбору, в том числе и раздельному, здесь региональный оператор со своими мощностями позволит себе добраться до каждого, даже малого населенного пункта Ростовской области и забрать оттуда полезную фракцию. На данном этапе это чисто экономические аспекты. Потому что те организации, которые работают по сбору и вывозу, ну они обладают соответствующей техникой. Где-то даже в населенных пунктах сельских это и трактора с лафетами. Поэтому мы ожидаем, что инвесторы, которые сейчас движутся в создании молоков, они, конечно же, если будут региональными операторами, создадут систему и сбора, и вывоза. В том числе вот таких специфических материалов, как вторичка, нужно для нашей Ростовской области в части переработки. Вопрос от телезрителя из Новочеркасска Тамары Кошелевой. Сейчас мы платим за вывоз мусора с квадратного метра жилья. Если взять, к примеру, две квартиры одинаковых по площади, но в одной живет один человек, в другой в четыре, естественно, там, где живет четыре, мусора вывозится больше. Собственно, планируются ли какие-то изменения в системе расчета? Станет ли она более гибкой в этом вопросе? Спасибо за вопрос. Действительно, такой актуальный, хороший. Этот вопрос мы постоянно также получаем от всех жителей Ростовской области. В чем загвоздка и проблема? Твердые бытовые отходы, они до настоящего момента находятся в сфере жилищных отношений. То есть, привязка такова, что к квадратному метру. И здесь, действительно, четыре человека в 30 квадратных метрах или один человек в 30 квадратных метрах, но не квадратные метры, реализуют у нас твердые бытовые отходы. Поэтому с 1 ноября 2016 года данный момент также решен в 458-м федеральном законе. И с 1 ноября 2016 года данная услуга переходит в разрез коммунальной. Соответственно, раз это коммунальная услуга, она будет подвергаться тарифному регулированию. И здесь мы вынуждены будем с коллегами из региональной службы по тарифам чуть-чуть в данном направлении побольше поработать, применить нормы накопления, которые также субъект будет определять. И уже, раз это будет коммунальная услуга, оплата будет производиться с человека по факту потребленного услуги. В данном случае выработки твердых коммунальных отходов. Андрей Владимирович, вам спасибо за содержательные ответы. Надеюсь, все те цели, те 8 комплексов, которые вы задумали построить, вы их реализуете в те сроки, которые наметили. Спасибо вам. Дорогие друзья, я напоминаю, вы смотрели программу «Первые лица на Дону». В студии был Артем Тарасов. До встречи.